Сегодня поговорим на долгожданную тему, являются ли славяне одним народом, или это все-таки несколько разных народов. Всем привет! Это канал Славяниска Деяла, или по-русски Деяния Славян. Канал посвящен различным темам, связанным со славянами. Оригинал данного видео вы можете посмотреть вот тут. Оно было записано на хорватском языке в качестве ответа на вопрос одного из наших подписчиков. К вопросу, являются ли славяне одним народом или нет, можно подойти с несколько разных сторон. Я сегодня буду говорить о двух. Об исторической и настоящей. Та, которая сейчас. И прежде чем начнем, я хочу сказать, что данное видео не будет строго научное. Этим имею ввиду то, что я не буду всегда приводить все исторические примеры, но если вас эта тема очень сильно увлекает, я постараюсь сделать отдельное видео, где будем рассматривать все доказательства. А пока я поговорю более свободно. Начнем мы с исторического взгляда. Сначала нужно себе задать вопрос, что определяет народ. В истории это были какие-то другие элементы, чем сейчас. Очень важно было осознание о том, что кто-то является одним народом. То есть представление о реальном или фиктивном придуманном общем предке. Это один. Второе. Это культ. Общий культ. Общая религия. Общее мировоззрение, так скажем. Третье. Это общее обычае. Общий закон. Общее право. Четвертое. У нас общий язык. Если обратим внимание на исторические источники, тогда можем наблюдать за одной очень занимательной вещью. Уже самых первых исторических источников, которые зафиксировали имя славян, таких как Деяния Готов, готского историка Ярдана или сочинения византийского историка Прокопия, они там говорят о трех разных группах славян. О Скворенах, Антах и Венедах. Уже Ярдан говорит о том, что эти три разные группы все являются одним народом. И что сейчас они преимущественно называют себя Антами и Скловенами. Похожее говорит Прокопий. Для него Анты и Славяне – это один народ, который в прошлом назывался Спори. У них один язык, одни обычаи, они похожи друг на друга. Идея о единстве славянского народа, правда, немножко в другом понимании, встречается уже в самых ранних источниках, говорящих о славянах. В Готских войнах Прокопия Кисарейского и в происхождении Готов Ярдана из VI века. Прокопий пишет. И некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. В древности оба эти рода назывались Спорами. И еще. У тех и других один и тот же язык, довольно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Иордан пишет. Начиная от места рождения реки Вистулы, Вислы, на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя Венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно они называются скловенами и антами. То есть для Прокопия и скловены и анты потомки одного народа. Спора. Романтические представления в этом узнавали сербов. Для Ярдана славяне и анты часть одного народа, Венетов, живущих именно на тех территориях, которые исторически занимали славяне. Что подтверждает и археология, и исторические источники, и о чем говорит сравнительное славянское языкознание. Псевдо-Маврикий в стратегиконе в конце шестого века пишет, племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе. У него также зафиксированы первые сведения о том, что славян нужно разъединять и не допускать их объединения. А это шестой век. Если среди них много предводителей и нет между ними согласия, неглупо некоторых из них привлечь на свою сторону речами или подарками, особенно тех, которые находятся поблизости от наших границ, и нападать на других, чтобы не все прониклись к нам враждой или не стали бы под власть одного вождя. Примечательно и то, что о славянах пишет арабский историк Аль-Масуды в X веке. Славяне суть из потомков Мадая, сына Яфита, сына Нуа. К нему относятся все племена славян, и к нему примыкают в своих родословиях. И дальше. Если бы славяне не были настолько разъединены, и если бы их племена не враждовала друг с другом, то ни один народ мира не смог бы им опереться. Потом, если уйдем несколько веков вперед, в XI-XII век, к славянским источникам, и тут можем наблюдать за тем, что авторы исторических источников считали, что славяне — это один народ, несмотря на то, что он находится в разных государствах. Такой источник, например, повесть временных лет. А еще более древний источник, хотя он не сохранился в оригинальном своем виде, «Житья святых Кирилла и Мефодия» тоже говорят об одном славянском народе, об одном славянском языке. Один из древнейших источников тут — русская повесть временных лет. Автор пишет. «От тех славян разошли славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Марава и прозвались Марава, а другие назвались Чехи. А вот еще те же славяне — белые хорваты и сербы и хорутани, когда волохи напали на славян дунайских и поселились среди них и притесняли их. То славяне эти пришли и сели на Вислю и прозвались Ляхами, а от тех Ляхов пошли Поляки. Другие Ляхи — лютичи, иные Мазавшане, иные Поморяне. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались Полянами, а другие — Древлянами, потому что сели в лесах. А другие сели между Припятью и Двиною и назвались Дреговичами. Иные сели по Двине и назвались Палачанами по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота. От нее и назвались Палачане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назвали своим именем Славянами и построили город и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму, и по Суле, и назвались Северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась Славянской. Примечательно то, что автор пишет о том, что так разошелся славянский язык, то есть славянский народ, а не славянские народы. Это первое зафиксированное свидетельство о том, что восточные славяне действительно считали всех славян одним народом. Примечательно то, что такая идея о единстве славянского народа, о единстве всех славян, встречается у источников у разных славян. Если посмотрим на польские источники, вот некоторые из них. Великопольской хронике из XIII века мы можем прочитать. Славянские языки происходят от речи одного отца. Слава. От кого славяне и получили свое имя. И тут видим мнение об одном происхождении славян. В анонимовом описании Европы Восточной из 1308 года можно прочитать. Надо знать, что русы, рашане, то есть сербы, славяны, то есть словаки и славянцы, чехи, поляки, прусы, то есть поморяне, говорят на одном и том же языке, славянском, из чего происходит, что славянский язык больше и более распространен, чем все остальные языки мира. Это уже XIII век, а авторы все еще считают славянский язык одним. В XVI веке польский историк Марчин Бельский хроники всего мира пишет, «Польский народ произошел из славянского народа, из земли, называемой Савраматья, которая лежит в Европе». Другой поляк Мачий Стряковский пишет в примерно то же время, «От Мешиха, шестого сына Яфита и его потомков, русов, лехов, чехов, происходят все русы, поляки, московиты, болгари и все, кто в этом мире говорят на славянском языке». В XVI веке еще один поляк, Лукаш Гурницкий, пишет, «Наш язык сам по себе не древний, но не так давно родился из славянского, так как все эти языки – польский, чешский, русский, хорватский, боснийский, сербский, рашкий, болгарский – изначально были одним языком и одним народом – славянским». Ну, можно ли получить более прямой ответ на вопрос, считали ли в прошлом славян одним народом? Вот у нас южнославянские источники. В летописи Папа Дуклиянина в XIII веке можем прочитать, что о таких князях, как Святополке Моравском и других неюжнославянских князях, говорится как о наших, своих. Вот еще несколько южнославянских источников. XVI век. Хорватия. Винко Прибоевич, доминиканец, римокатолик, в своей речи о происхождении и славе славян говорит, «Потому что я далматинец, и поэтому и лир, и в конце концов славянин, я решил произнести речь в присутствии славян о судьбе славян. Поэтому буду прежде всего говорить о происхождении и славе славянского народа». Вторая половина XVI века – Дубровник. Мавра Рьбины. Бенедиктин – католик в труде королевства славян. К славянской народности и языку не принадлежат только те, кто живут в Далмации, Иллирии, Истрии и на Карпатах. Но и многие другие известные и сильные народы, такие как болгары, рашане, сербы, босницы, хорваты, петогорцы, московляне, черкезы – тут имеются в виду славяне-казаки, а не народ черкезов. А также и поморяне. И в конце тут еще лужичане, кашубы, моровляне, поляки, литовцы – тут имеются в виду белорусы, селезийцы и чехи. Юрий Квижанч, XVII век. Труд, разговоры об владетельству или политика. Я, брат мой Хрвой, часто думаю о том, в каком тяжелом положении весь славянский народ, который делится, как тебе известно, на шесть людств. Так он называет то, что мы сейчас привыкли называть славянскими народами. На русских, поляков, чехов, болгар, сербов и хорватов. Думаю о том, как все народы над нами могут смеяться. Примечательно то, что такое представление существует в сочинениях славянских авторов вплоть до XIX века, а то и дольше. Вот один пример из Хорватии XX века. Степан Радич, величайший хорватский политик XX века, пан словист, 1917 год, Первая мировая война. Неопровержимым и естественным фактом является то, что славянцы, хорваты, сербы по своей речи и народной жизни, то есть этнографически и социально, один и тот же народ. Еще больше, с научной этнографической точки зрения, так же, как и с социологической точки зрения, не то, что только все южные славяне, то есть славянцы, хорваты, сербы, болгары, под сербами и болгарами имеются в виду и нынешние македонцы, черногорцы и босницы, являются одним народом, а одним народом являются и все славяне. Но различное историческое развитие, географическое расстояние и разделенность, культурные и рекультурные влияния способствовали тому, что у нас теперь 9 славянских народов. Русские и украинцы, поляки, чехи, словаки, болгари, сербы, хорваты, славянцы. А если этому добавить еще белорусов, вот у нас 10 славянских народов, а с лужичанами и кашубами как раз 12. Правда, позже коммунизм эти идеи украл, злоупотреблял их. Настоящий коммунизм по своей сути интернационализм, и ему все равно за этнический народ. Для коммунизма главный класс и классовая борьба, и это все. Но так как это было что-то, чем можно было в те времена замоить людей и расширить свои влияния на большой кусок Европы, политика этим воспользовалась. Подобное происходит и сегодня. Мы можем видеть, как некоторые партии воспользуются религиозными чувствами людей, а в конечном итоге действуют крайне непохристиански и поддерживают некоторые другие ценности. Но им нужны голоса наивных и ничего не подозревающих людей. И все. И о чем нам это говорит? Это говорит, что на протяжении тысячелетия существовали среди славян люди, которые явно считали всех славян одним народом. Говорили они зачастую об одном славянском языке, хотя они понимали, что существует разный тип славянской речи, то есть разные диалекты. Допустим, часто считали так, что славянский язык один, а такие языки, как польский, русский, украинский, болгарский, хорватский и так далее, являются просто диалектами этого языка. Второй пункт. Общий культ. Когда говорим о языческих славянах, можем наблюдать за одной очень занимательной вещью. А это то, что у всех славян есть какие-то общие элементы. Получается у нас реконструировать и даже в исторических источниках посмотреть, не только в исторических, даже в разных названиях местности, в топонимии, мы можем наблюдать за следами древней славянской религии. И, безусловно, на территории всех славян, южных, западных, восточных, появляются следы нескольких славянских богов. Перун, Велес, Мокош. И затем у нас еще дети богов. Это те, которые в истории зафиксированы как Ярила и Марана, Мара. Но это, скорее всего, не настоящие имена этих богов. Третье, о чем я говорил, это общесудебные обычаи. Тут одна очень примечательная вещь. А это русский источник «Русская правда» и хорватский источник «Винодолский закон». Ученые в том и том историческом источнике заметили ряд сходств, который говорит о том, что среди славян еще долго сохранялись общие понятия судебной системы. Я говорил еще о сознании об общем предке. Результат такого сознания – это многочисленные мифы о Чехе, Лехе и Руси, о братьях одного народа, мифических основателях Польши, Руси и Чех, как отец чехов. И часто они приводятся в связи со славянским югом, а именно с Хорватией. Потом у нас язык. Язык сам по себе не может быть похожим просто потому, что он похож. То есть, если мы видим какие-то систематические сходства между языками, тогда очень маленькая вероятность того, что они не родственны. А если это языки родственны, у нас получается реконструировать один общий язык. А язык мог быть общим, только если на нем говорила какая-то относительно маленькая группа людей. Поэтому он похож. Если бы, допустим, предки славян долго-долго не общались друг с другом, и у них не было бы никаких контактов, тогда язык бы очень сильно отличался. Допустим, так, как сейчас отличаются германские языки от славянских. Они, конечно, родственны, но уже видно, что они жили чуть дальше друг от друга, и что между ними было меньше контакта. Поэтому общий язык и не сохранился. И в конце могу сказать еще про свой личный взгляд. На мой личный взгляд, конечно, очень сильно повлиял мой опыт и мои знания. Славянами я начал интересоваться уже очень рано. Чтобы вы лучше понимали мою точку зрения, я должен рассказать и кое-что о своей жизни. На самом деле, много я уже сказал. Больше информации об этом вы можете посмотреть на этом видео вот тут. Итак, к моему опыту. Я родился в двуязычную славенско-хорватскую семью. Ну, или точнее, славенско-кайковскую семью. Для тех, кто не знает, кайковский считается сейчас диалектом хорватского языка, несмотря на то, что он как язык отличается от литературного хорватского, а также от сербского примерно в такой же степени, как украинский от русского. Большинство своей жизни я прожил в Словении и в Хорватии. Причем это было так, что чередовалось постоянно. Я некоторое время жил в Словении. Там получал начальное или основное образование, как у нас называется это. В Хорватии среднее, потом опять бакалавриат был в Словении и магистратура Хорватии. Вопросами славянства я занимаюсь уже чуть больше 15 лет. Но корень моего славянства, наверное, стоит искать уже в моем детстве. Мои родители воспитывали нас так, чтобы мы любили Бога и чтобы любили ближнего. Это, конечно же, относится и к своему народу. Я родился во времена, когда была эта несчастная война между сербами и хорватами. Но, несмотря на это, мои родители меня воспитывали так, чтобы я никого не ненавидел. И на этом им большое спасибо. Что еще могу рассказать про своих предков? Уже с детства меня очень сильно интересовало мое происхождение. Я просто обожал разговоры с бабушками и с дедушкой. И всегда спрашивал их, какое было у них детство, что они помнят про своих предков, как они жили. И они мне об этом, конечно, с удовольствием рассказывали. При исследовании своего семейного дерева я встретился со многими удивительными вещами. Среди своих родственников и предков нашел и чехов, и русских, и сербов. И после того, как сдал свой материал на генетический анализ, на генетическую экспертизу, узнал тоже, что у меня есть родственники в Польше, Украине и Словакии. Подобное сделала моя супруга. И все это меня еще больше увидело в том, что мы, славяне, один народ. Можно сказать, что мой интерес или моя любовь к славянству началась из любви к хорватству. Мой интерес к исследованию славянских вопросов повысился, когда я был в средней школе. Тогда я начал смотреть всякие фильмы польские, русские и других славян. И начал очень сильно увлекаться всем, что было связано со славянами. Конечно, изначально это было чисто любительски. Я не понимал, что такое лженаука и что не лженаука, какая наука настоящая. И поэтому наделал много ошибок. Но, слава богу, в мои руки вовремя пришла научная литература. И это меня спасло от многих ошибок псевдонауки. Итак, среднюю школу я закончил с тем, что у нас называется Матуралнирад. То есть это какая-то работа для окончания средней школы. И у меня она была на тему истории славян от праболтославянских времен до святых Кирилла и Мефодия. После этого я поступил на бакалавриат в Словению на направление сравнительное славянское языкознание и теология. Там я узнал очень много удивительных вещей о славянском мире. Я встретился более-менее со всеми славянскими языками и с представителями разных славян. Через теологический факультет я поехал на студенческий обмен в Люблин в Польшу и целых полгода жил в Польше. После того, как я вернулся и продолжил учебу в Словении, я жил в общежитии, в котором жили почти одни поляки. И мы продолжали с ними общаться. Так что у меня как-то беспрерывно было такое, так сказать, польское общение полтора года. В это время я познакомился с поляками. Свой бакалавриат я закончил с бакалавриатским трудом, работой на тему Юрой Крижанич в историографии. Для тех, кто не знает, Юрой Крижанич часто считается первым пансловистом. Во время своей учебы я очень часто путешествовал в Словакию. Практически всю Словакию я проездил вместе со своим другом, который является наполовину словаком, наполовину словенцем. И мы знакомились со многими словаками. В магистратуру я поступил в Хорватии на историю. Там я занимался преимущественно разными славянскими темами, связанными со славянской идентичностью. То есть меня интересовали такие вопросы, как откуда взяла славянская, общеславянская идентичность, как она распространялась по всему славянскому миру, и почему среди славян всегда жили такие идеи, которые говорят о единстве славян или в пользу единства славян. Для магистратуры я написал работу «Славянская идентичность в Средневековье». Для тех, кто понимает хорватский или сербский язык, я в описании оставлю ссылку на свою работу. В то время, как я учился в Загребе, у меня получилось поехать еще на один студенческий обмен, на этот раз в Санкт-Петербург, где я прожил полгода, и это помогло мне поближе познакомиться с русскими. С русскими я очень сильно познакомился и через свою супругу. Кстати, у нее есть свой YouTube-канал. Может быть, для русских он будет не настолько интересен, но она преподает русский язык для других славян. И в то время, как я учился, я пропутешествовал практически все славянские страны, кроме Белоруссии и Украины. Но я все еще очень хочу туда поехать, как только все это с ковидом закончится. Ну, посмотрим, как пойдет. Весь этот мой опыт исполнил меня новыми знаниями. Я смог лично познакомиться с разными славянами, а также с представителями других народностей. И то, что меня очень сильно впечатлило, это факт, что я заметил, что у всех славян достаточно похожий менталитет. Несмотря на то, что мы очень сильно любим говорить, ставить акцент на то, какие мы разные, особенно когда разные славянские группы между собой воюют, как это сейчас ситуация между Украиной и Россией, что некоторые люди постоянно пытаются доказать, что мы не имеем никакого вообще отношения друг к другу, что мы вообще разные народы, и кто-то хотел бы даже сказать, что мы вообще разная раса, что мы люди, а это не люди. Конечно, все это бред. И благодаря моему опыту я могу сказать, что, да, на мой взгляд, славяне это действительно один народ, несмотря на то, что мы сейчас находимся в разных странах. И я себя, конечно, считаю по национальности, по народности славянином. А вы что об этом думаете? Мне очень интересно об этом узнать. Напишите в комментариях, согласны ли вы с моей точкой зрения, или вы все-таки не согласны с этим. Только, пожалуйста, аргументируйте это хорошо. Не так, чтобы это были такие разговоры, «Ааа, Москали у графины» или «Ах, это и украинцы, это, не знаю, там тюрки» или кто-то так. Славься, славься из рода в род, Славься, великий наш русский народ, Кранов, посетующих на край родной, Ради беспощадной, могучей рукой, Слава, слава героям бойцам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова